Добрый день, дорогие коллеги! Сегодня мы поговорим о создании такого элемента курса, как база данных. Итак, мы находимся в своем информационном пространстве. Выберем из прямоугольничка «Добавить элемент курса» – «База данных». База данных состоит так же, как и тест, как и глоссарий, из оболочки и наполнения полями. Сначала мы создаем оболочку, даем название, например, «База». Пишем введение, например, «Данные о пользователях». И нужно, конечно же, сохранить. Появилась наша база данных. Теперь мы будем добавлять поля в эту базу. Нажмем на название, вот такая вот бочка как бы. Итак, программа нам отображает, что не выбрано ни одного поля. Давайте создадим новое поле. Смотрите, какие поля есть. Гиперссылка, дата, изображение, именин и так далее. Мы начнем с самых простых. Это текстовая область или текстовое поле. Ну, например, текстовое поле. Название поля. Например, фамилия. Описание поля. Здесь можно написать инструкцию для пользователя. Например, напишите полностью свою фамилию. Нажимаем «Добавить». Итак, первое текстовое поле создано. Создаем следующее текстовое поле. Например, это будет Меню «Выбор нескольких». Или просто «Меню». Пусть это будет возраст. Описание поля. Выберите свой возраст. Ну, и какие будут варианты у нас. Например, с 18 до 25. Дальше с 26 до 40. С 41 до 55. Ну, и, допустим, больше 55. Нажимаем «Добавить». Итак, сейчас в нашей базе данных есть два поля. Этого достаточно. Теперь нужно выбрать шаблоны. Как видите, шаблоны нам предлагаются по умолчанию. Ничего редактировать мы здесь не будем. И нажмем «Сохранить шаблон». Ну, например, добавим запись в эту базу данных. Фамилия будет «Иванова». Возраст, например, от 26 до 40. Сохранить и посмотреть. Вот у нас первое поле. Добавим еще одну запись. фамилия «Кузнецов». Фамилия «Кузнецов». Возраст вот такой. Сохранить. Итак, мы видим, что в нашей базе данных две записи. Первая и вторая страницы. Давайте посмотрим, как выглядит эта база, если мы переключимся к роли студента, ученика. Здесь есть такой раздел «Переключиться к роли». «Переключиться к роли». Итак, «Просмотр списка». Вы видите две записи. «Просмотр по одной записи». И «Поиск». Также можно добавить запись. Вот что видят ваши ученики. Таким образом, можно создавать анкеты. Например, если вы хотите опросить ваших обучающихся и узнать какую-то статистическую информацию, какую-то важную, но не следует этим увлекаться, потому что не нужно, чтобы они заполняли свои персональные данные. Совершенно ни для каких целей не нужно. Поэтому всегда задумывайтесь, для чего вам нужен этот элемент курса. Спасибо.